здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы вяжем шапку из ссср которую вы просили второй способ вы просили я делаю значит второй способ простейшие шапки без малейших расчетов никаких расчетов никаких замеров никаких определенных спиц и не так все очень просто берем две спицы вашего размера берем пряжу вашего диаметра произвольного и набираем 3 петли первый ряд первый ряд лицевые петли 1 петлю снимаю и лицевыми петлями кромочную я вяжу изнаночной петлей везде всегда здесь я буду вязать кромочную петлю изнаночной далее со второй начиная со второго ряда снимаем одну кромочную и делаем воздушную петлю таким вот образом то есть вот эту нить мы захватываем как бы сзади видите и на спицы я и затягиваю это есть воздушная петля я там писали что нет воздушных петель в спицах есть воздушная петля я ее помню еще с детства последняя кромочная здесь можно добавлять в начале в конце потом изнаночный ряд вязать но я считаю вот так так именно проще когда вы знаете вам после кромочной нужно добавить петлю и не считать где у меня лицевой ряд где у меня изнаночный где 2 где 1 то есть все вяжется одинаково чтобы не заморачиваться с подсчетом рядов просто в каждом ряду в каждом после кромочной петли делаем воздушную петлю полотно у нас будет расширяться в форме треугольника потому что в каждом ряду мы добавляем по одной петли и полотно расширяется продолжаем таким образом ничего не меняем после каждой кромочной делаем воздушную петлю и ряд вяжем лицевыми петлями кромочную последнюю изнаночной петлей продолжаем так и вот таким образом мы добавляем 5 петли вяжем треугольник при этом контролируем стороны обхват его так вот обхватываем вокруг головы если мы довязали до нужного как бы размера что у нас нам хватает обнять нашу голову значит мы уже в половине этой же момент достижения обхвата головы это может быть какая угодно цифра на сантиметровой ленте поэтому я даже озвучивать не буду вот вы померили на себя и у вас хватает этой стороны обхватить голову далее что мы делаем мы после кромочной не добавляем а провязываем 2 вместе то есть мы вяжем вторую пол половину этого квадрата то есть второй треугольник теперь мы будем не добавлять петли а убавлять после в начале ряда после кромочной петли вот здесь теперь вот один треугольник у нас есть теперь мы вяжем 2 треугольник от большой стороны будем сужать и вот у меня образец и дошла я до трех петель в конце видите которые я то есть я закрывала до тех пор пока они остались три петли теперь я их закрываю вот так вот быстренько у меня получается вот такой вот квадрат и вот он мой квадрат в оригинальном размере как бы в оригинальную величину просто показывала я на этом маленьком это у нас классический квадрат видите я специально взяла вот эту пряжу чтобы видно было вязание идет по диагонали поэтому мы можем взять секционную пряжу обалденно будет смотреться потому что будет вот так вот как бы полосы но цвета расположены наискось по итогу поэтому либо полосы либо секционная пряжа очень красиво смотрится здесь тем более если эта шапка потом с отворотом вот видите как она потом эти цвета играют в плюс поэтому я и вязала как бы образец именно цветной чтобы видно было как это все можно скомбинировать теперь что касается сшивания складываем пополам и ровно от половины складываем и отмеряем половину середину и вот ровно до середины ночью мы сшиваем с лицевой стороны скажем так вернее с этой стороны да будем говорить потом перейдем на другую сторону чтобы у нас не было как бы видно шва на отвороте здесь у нас двойной отворот получается поэтому нам нужно сшивать таким вот образом половина у меня идет с этой стороны сейчас все я вам покажу вот таким вот образом я шью до маркера так видите дошла я до половины полотна и теперь выворачиваю вот таким вот образом обычным и сшиваю с этой стороны вот перешиваю здесь вторую половину то есть здесь у нас шов с этой стороны а здесь с это и так смотрим девчонки доделала я шоу теперь нам осталось тянуть макушку я проделал иглу нить но буду это делать в два сложения для того чтобы нить не пара не порвалась и вот таким вот образом собираю все кромочные но иглу и на вот эту вот нить нам макушку нужно будет стянуть обычным способом не затягивая до конца чтобы можно было бы было стянуть этим теперь я постараюсь туго-туго стянуть это вот и завязать узлом ну естественно еще здесь делаю пару стежочков чтобы закрыть ту дырку и все девчонки все элементарно сантиметр вообще не использовался совершенно и все на индивидуальный ваш размер чё раз завяжу для крепости эти макушка стянуто довольно хорошо она когда вот эта вязка по диагонали она хорошо ложится в этой вязке и вот так вот делаем отворот двойной здесь получается вот такая у нас девчонки шапка из квадратов для готовлю себе красивую картинку на обложку вот видите вот у нас диагональная получается вязание если вязать полосами то она получится очень красиво по диагонали и вот таким вот образом они будут расположены все мои хорошие я на сегодня с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока ставим лайки подписываемся на канал всем пока